Толчковая разножка в ножнице Это такое движение спортсмена, когда после посыла с груди Он переднюю ногу ставит Точнее, одну ногу ставит вперед, а другую отставляет назад Я объяснил, как расставляются правильно ноги в этом положении Передняя нога выбирается произвольно И не зависит ни от каких причин У одних спортсменов он выбрасывает вперед левую ногу, другой спортсмен правую И ни от чего это не зависит, ни от указания тренера Это выбирается самим спортсменом так, как ему удобно Если он не может определиться, он может попробовать при начальных тренировках Это делать на одну или другую ногу А потом уже сам поймет, какая нога предпочтительнее И с какой ноги вперед удобнее ему ставить Как правильно устанавливаются ноги в этой позиции? Передняя нога вам должна служить ориентиром А голень должна быть перпендикулярно полу Да, могут быть отклонения Нога может быть чуть-чуть разогнута Это уже там особенности индивидуальные у спортсмена Но при обучении следите за тем, чтобы у вас голень была перпендикулярно полу Задняя нога отставляется таким образом, чтобы она была не прямая Стояла на носке, не на полной стопе И не была вот так вот прямой, вытянутой в одну линию Ставьте ее таким образом, чтобы она была немножко согнута Существует еще другая позиция, где спортсмен сильно сгибает эту заднюю ногу Но это тоже выполняется индивидуально, подбирается индивидуально, кому как удобно Далее, какая существует еще особенность? При расстановке ног стопа должна быть не параллельно с туловищем На направлении движения, так скажем А немножко развернута Передняя стопа разворачивается Пятка разворачивается наружу Для чего? Для того, чтобы у вас была устойчивость в поперечном направлении Потому что можно наблюдать примеры, когда мы смотрим соревнования Когда спортсмен толкает в таком прямой позиции стопы И у него подворачивается нога Задняя стопа Есть два варианта И они тоже не ошибочные Первый вариант, когда стопа, пятка Стопа, скажем так, параллельно движению И вторая, когда немножко развернута Это тоже зависит от удобства спортсмена Но суть размножки какая? Спортсмен должен устойчиво стоять на обеих ногах На передней и на задней И когда он стоит на задней ноге Он должен упираться в нее И одним удобно упираться, когда стопа параллельно движению А другим, когда у них немножко бедренная кость развернута И получается такой упор Упор в тазобедренный сустав В принципе, я предпочитаю именно Такой вариант И при обучении тоже объясняю ребятам Что лучше такой вариант, когда нога не просто Мы упираемся задней ногою в пол А когда мы немножко ее разворачиваем И осаживаемся в гидро Существует ошибка у новичков Когда ноги они расставляют Стоят перед выталкиванием Ноги на ширине плеч Или чуть узко, неважно А при расстановке ног, при разбраске они от нас И ноги у них, получается, если провести параллельные линии У них ноги, получается, уходят к центру И получается такая неустойчивая позиция Я немножко даже себя сдвинул в туловище И сразу меня повело Поэтому, если вы ставите ноги на ширине плеч То и ориентируйтесь Если выполняете перед зеркалом Ориентируйтесь, чтобы ноги также у вас на ширине плеч как минимум разошлись И стояли вот таким упором образом Пятка передняя немножко развеннута Задняя либо назад, либо чуть-чуть с разворотом И упором в бедро У новичков распространена ошибка Когда они обучаются разножке Они делают разножку на переднюю ногу Берут и делают упор на переднюю ногу Упор получается таким образом Что если поднять заднюю ногу Она у них никак не участвует в удержании штанги А для того, чтобы отработать сразу же И дать спортсмену почувствовать именно опору на обе ноги Я рекомендую всегда делать такое упражнение Это прыжки с расстановкой ног и возвращением То есть делаем такие прыжочки Здесь тоже есть ошибка у некоторых спортсменов Они из этой позиции сгибают ногу и начинают прыгать Нет, нужно выполнять полностью толчковое движение То есть сгибать ноги, выпрямлять ноги И потом только расставлять И тут видно, что если спортсмен будет Понятное дело, что когда он будет так прыгать Он не будет расставлять ноги так Чтобы у него был упор на переднюю ногу Но я вот приведу пример Если, например, он будет на переднюю ногу Он должен все время делать вот такое движение А тут очень легко себя проконтролировать Ваше толще должно быть вертикально Так как вы стоите в прямой позиции И далее прыгаете в грунт Потом останавливаетесь в этом положении И проверяете себя Как вы стоите на обе ногах Нет, допущена ли где-то ошибка или нет И прыгаете Для того, чтобы научиться разбрасывать ноги Вы не обращайте внимания на то, как я объяснял На разворот стоп Вы пока занимаетесь просто расстановкой ног Задача состоит в том, чтобы расставлять ноги правильно Потом, когда вы отработаете, наработаете это движение Уже обращайте внимание Как у вас становится стопы Когда вы научились расставлять ноги в разножку Вам далее нужно научиться, нарабатывать Это должно отложиться в голове Чтобы вы расставляли ноги всегда в одно и то же положение Потому что от прыжка к прыжку От утомления От многочисленных подходов На процессе обучения Организм устает Голова тоже устает И спортсмен в первые подходы или разы делает правильно А потом уже начинает Либо короче Если тренер делает замечание Он делает слишком То есть не надо делать слишком длинную разножку Для этого кладутся Вы прыгаете в ту позицию Или ставите ноги Так как я объяснял Голень вертикально Голень вертикально Полу Задняя нога немного согнута Вот это Кладете ремни И потом После этого Ставите в прямую позицию В исходное положение И старайтесь повторить Свою разножку Лучше это делать перед зеркалом Чтобы видеть Получается у вас Прыгать в одно и то же положение Или нет Почему нога ставится Именно таким образом Болень вертикально Нога немного согнута Почему она не ставится допустим так Либо Очень распространена ошибка у новичков Когда они ногу Подгибают под себя И это происходит практически у всех Я считаю что это связано Просто с восприятием Человеком именно Вот этого положения Потому что все прыгают Все новички Первые их уроки Они прыгают именно вот в эту разножку И как представляют Представляются ноги Обратно Когда мы держим штангу Мы Немного сгибаем Переднюю ногу Если Мы будем сильно Ее разгибать Да То получится что Нам надо Эта позиция Очень будет неудобна Мы получается Со штангой Опускаемся Когда нога стоит так Мы просто немного Чуть-чуть Мы ногу просто выпрямляем То есть У нас штанга уже идет вверх Когда она идет вверх Здесь Нам и надо вставать вверх Так вот Мы представляем переднюю ногу Представляем Новичка вам Объясняю опять же Представление В три шага Это Чуть-чуть подтаскиваем Переднюю ногу Заднюю И Третий шаг Это уже На В одну параллель ставим Более опытные спортсмены Мастера спорта Там Или те Кто долго занимаются Да Они уже Ставят в два шага И Все равно Нужно Не увлекаться Этими двумя шагами Потому что На соревнованиях Очень много Случаев Когда Спортсмен Остает в широкую Разножку Это опять же Зависит От ширины Разножки Если спортсмен Делает широкую Разножку Сгибает Но Ногу Представьте Вот ему надо Очень высотово Подняться со штангой Вверх Он теряет равновесие И Зачастую Штамбу роняет Поэтому Чем Больше Разножка Тем Лучше Все-таки Склоняем В сторону Возвращения Ног Три шага Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok